МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости 24 Бугучаны, в студии Александр Мажеванов и обо всем более подробно. Сегодня Федеральная служба контроля за оборотом наркотиков отмечает свой профессиональный праздник. Деятельность комитета направлена на более эффективную реализацию необходимых мер по организации борьбы с незаконным оборотом наркотиков, на более четкую работу в сфере профилактики наркомании. Годы подтвердили своевременность и актуальность создания специального уполномоченного ведомства, перед которым были поставлены задачи остановить наркоагрессию, коренным образом изменить стратегию борьбы с наркобизнесом. Бугучанское отделение ФСКН ежегодно выявляет десятки случаев незаконного оборота наркотических веществ. И сейчас, когда распространение новых видов зелия получило широкий размах работников-сотрудников, Бугучанского отдела как никогда актуально. На минувшей неделе в районной администрации состоялось очередное заседание рабочей группы по снижению неформальной занятости населения района, легализации теневой зарплаты, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды. Присутствовали представители района и администрации, налоговой службы и надзорных органов. Это только начало большой работы, направленной на борьбу с серой зарплатой. Люди, получающие плату за труд в конверте, в результате не получат в полном объеме пенсию и другие социальные выплаты. Также недополучат средства внебюджетные фонды. На сайте администрации Бугучанского района есть вся необходимая информация о легализации трудовых отношений. В течение месяца наши телезрители следили за тем, как проходит проект «Улыбка мамы». Было принято 22 видеоролика из разных поселков района. В результате было определено 5 лучших авторов. За успешное участие в акции «Улыбка мамы» авторы видеороликов получили дипломы и подарки. Сегодня мы завершили вручение призов и дипломов, побывав в двух Бугучанских школах. В Бугучанскую школу номер 2 мы отправились с тем, чтобы вручить диплом и приз очередной победительницы акции «Улыбка мамы» Анастасии Тарасенко. Как нам стало известно, Настя в этот день в школу не пришла, приболела. Но вместе с ней работала ее большая команда. И свою благодарность за участие и творческую находку мы адресовали всей рабочей команде. Я вручаю этот диплом команде, с которой Настя вместе делала этот ролик. И желаю творческих успехов. Так держать. Также от нашего партнера в магазине «Цифромир» я вручаю вот эту лазерную систему «Центр-Инклэйр». Вместе с авторами видеоролика «Диплом за активное участие» в акции мы вручаем и школе, где учатся ребята и от которой работали. Это здорово, что впервые на телевидении проводится такая акция. Может быть, детям понравится снимать, быть корреспондентами. И ваша профессия пополнится новыми рядами творческих людей. Хорошая акция. Надеюсь, что она будет продолжена. И в следующем году большее количество детей примет участие в этой акции. Умение творческий мыслить принесло ребятам успех. Возможно, он станет стимулом к чему-то большему. Ну, идея у нас зародилась сразу. Мы очень весело и дружно ее осуществляли. Идей было множество. Пришлось выбирать самые лучшие, самые оригинальные идеи. Работа в команде больше сплотила наш класс, нашу команду. Работалось весело. Поздравив ребят с заслуженным успехом, мы пожелали не останавливаться на достигнутом. Добиваться новых вершин, изучать мастерство создания видеороликов и фильмов. Следующий диплом за активное участие в акции «Улыбка мамы» мы вручили Богучанской средней школе номер 3. Эту школу на конкурсе представлял Данил Семичастный. И также получил поощрительный приз. За участие в акции мы благодарим всех и участников, и тех, кто болел за авторов и был все это время с нами. Мы также благодарны партнеру проекта, предоставившего призы победителям, магазин «Цифромир». Евгения Шамринко, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр Богучаны». В канун профессионального праздника мы рассказываем о тех, кто успешен в работе жилищно-коммунального хозяйства. Начало трудового пути Юрия Шармаева было связано с водой. Он работал на строительстве нескольких ГЭС и даже получил награду за ударный труд. И теперь, когда он уже на пенсии, он опять работает с водой. Обеспечивает ей три поселка. Он начальник участка предприятия «Водные ресурсы». Ну, она основная, что население отсюда питается водой, а там он новая. Юрий Шармаев, начальник Гремучинского участка «Водные ресурсы», показывает нам святая святых водонапорную башню. Здесь происходит водозабор. Отсюда вода поступает по всему поселку. Несколько лет назад было трудно представить, что водопровод будет практически в каждом доме. А сейчас это реальность. На водобашне строгий контроль забора воды. Каждая смена отмечает полученный объем. По этим данным можно также увидеть аварию на трассе, если случится протечка. Рядом еще один водозабор – резервный. Здесь тепло. Это специально, потому что не выключаем, чтобы не замерзло, потому что там губа как. Здесь вода поступает не в емкость, а сразу в систему. Даже в случае серьезной аварии поселок без воды надолго не останется. Особенно это важно для Котельной. За всем, так сказать, водным хозяйством поселка Гремучий, а еще и Красногорьевского и Шиверского, следит Юрий Шармаев. Уже более десятка лет. С работой справляется успешно. Его пожелания коммунальщикам в праздник просты и понятны. К работе у Юрия Васильевича особое отношение. Она, можно сказать, у него на первом месте. И неудивительно, что это ценит руководство. Юрий Васильевич человек ответственный. К своей работе относится, во-первых, и с душой, и во-вторых, с таким... Пониманием, что все-таки от него очень многое зависит водоснабжение этих населенных пунктов. Хотя он уже находится на пенсии у нас как бы, но работает. Хотелось бы пожелать так даже молодым его коллегам, чтобы с таким рвением, с такой ответственностью он выполнял свои работы. Чтобы побольше узнать о Юрии Шармаеве, мы попросились к нему в гости. Дома любимая жена Наталья – изорной питомец. Они помогают Юрию переключиться с работы на отдых. Интересно то, что в начале трудового пути работа Юрия Шармаева была связана с водой. Он строитель и строил водохранилища и ГЭС. Я почетный строитель Красноярской ГЭС. В книге почета строителей там. Вот оттуда я поехал строить. Здесь закончили. Это, ну, тогда Советский Союз был в Узбекистан. Андижанское водохранилище. Потом был Нерюнгри, затем Багучанская ГЭС, на которой особенно не довелось поработать. Далее трудовой путь в леспромхозе длиною в 30 лет. И вот сейчас, будучи уже пенсионером, он вновь работает с водой. Отвечает за водоснабжение трех поселков. Работа ответственная и непростая. Мне нравится. Работа есть. Ну, бывает, что и вечерами, и ночью могут поднять. Если где-то порыв, и вдруг не будет хватать на котельную, значит, едешь. У меня машина все время стоит в тепле, в гараже. Бежишь, заводишь и поехал. Супруга Наталья привыкла к тому, что к работе у Юрия особое отношение. Он и детей так учил относиться к работе добросовестно и ответственно. Наталья, в свою очередь, создает мужу условия для отдыха. Он у меня самый хороший. Я его дома забываю где-то в магазине, где сладенький, радость моя. Вот у меня, я его даже по имени не называю. У меня вот к старости, я не знаю, за что Бог послал такого сладкого, любимого мужчину. К работе у него, он к работе относится очень трепетно. Он за работу переживает. Он, если что-то не ладится, он и ночами не спит. Он ночами будет бегать и ремонтировать, и делать. К дому, но дом, он домашний. Домашняя работа ладится, когда все делается сообща. Вместе с супруги Шармаевы занимаются и домом, и большим огородом. Огромная теплица, семейная гордость. Весной и лето приходится потрудиться. Зато потом все дети и внуки с овощами. Да и нагрузкой работу по дому Юрий не считает. Это скорее отдых после основной работы. Евгения Шамренко, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр», Богучаны. Еще в 1910 году Клара Цеткин предложила праздновать День равенства прав женщин и мужчин. И дата была выбрана в один из весенних дней, 8 марта. Этот день быстро завоевал популярность по всему миру и стал настоящим праздником весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине. Порадовать всех женщин районного центра решили работники культуры, сделав праздничный концерт, который прошел при полном аншлаге. Подробности в следующем сюжете. Бывает день, бывает два, навеет вдруг весною, и что-то сколыхнется у нас. То ни одно воспоминание, то жизнь заговорила вновь. И то же в вас очарование. И та же в моей душе любовь. С праздником, дорогие женщины! Эти знаменитые строки из старого романца как нельзя лучше передают всю гамму чувств к прекрасной половине человечества. И, кажется, каждый мужчина на свете знает, что самый лучший подарок для женщины – это любовь и забота окружающих ее людей. Женщина в этот день счастлива может сделать отсутствие всяких поводов для огорчения, чтобы настроение у нее было с ней хорошее, и чтобы дети, муж, любимый человек сделал ее в этот день очень радостной и подарил ей подарок, который она очень хочет. Творческий концерт, посвященный женскому дню, недаром носит название «Еще раз о любви». Ведь об этом чувстве мечтает каждая девушка. Участниками концерта стали не только мужчины, но и женщины, в очередной раз доказав всем зрителям, что они талантливы, красивы и обаятельны. Я желаю тебе, друзей, не предаваться, чтобы чаще встречаться мы с тобою могли. Женский праздник – наверное, одно из самых любимых весенних событий, и это подтвердили зрители, которые собрали на концерте полный аншлаг, который редко увидишь и на других, более грандиозных мероприятиях. Среди зрителей был и глава района Александр Бахтин. Он подарил всем женщинам теплые слова. И в этот замечательный день я хочу пожелать вам здоровья и благополучия. Хочу пожелать вам, чтобы вы любили и были любимыми. Хочу пожелать вам, чтобы у вас на все всегда хватало силы. И, конечно же, чтобы всегда все было по-вашему, то есть правильно. С праздником! Музыкальные поздравления от мужчин звучали в этот день особенно трогательно. Все артисты старались в песнях рассказать о своих чувствах к женщинам. Счастье пополам, горе пополам, Все, что хочешь ты, я тебе отдам. Первую дарю, верю и люблю, Все, что есть во мне, я тебе дарю. Только ты, только ты, только ты, только ты, только ты, только ты для меня от рана. Мне никакой, 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 никакой другой и вообще никакой не надо. Цветы каждой зрительницы стали ярким украшением финальной части праздника. Концерт порадовал всех женщин и стал тем подарком, который создал весеннее настроение. Смогли, очень старались, всем очень понравилось. Очень хороший концерт, очень понравился. Пели вот мужчины, когда очень понравилось. Молодцы, вот и на саксофоне мужчина пел тоже. Ну вообще, очень самый хороший концерт. Александр Мажванов, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр Бугучаны». В районном доме культуры «Интальс» прошла сегодня традиционная встреча клуба старшего поколения «Огонек». Мероприятие посвятили приходу весны и недавно прошедшему международному дню 8 марта. Далее подробности в сюжете. Дружеская атмосфера, почти как дома. В клубе «Огонек» такие встречи давно стали традицией. Клубу уже более 10 лет. Его участникам всегда приятно встретить друзей и знакомых, пообщаться в непринужденной обстановке. Настроение бодрое. Благодарим, что приглашают пообщаться. А то, как старики дома сидят, все ведь поодиночке. Это одни голые стены дома и все. А тут мы все знакомые, встретимся от радости. Мы развеемся здесь, пообщаемся и, как говорится, домой приходим довольные. Сегодня отличный повод собраться всем вместе. В фойе районного дома культуры не только по традиции чествуют юбиляров и именинников, но и поздравляют с недавно прошедшими праздниками 23 февраля и Международным женским днем 8 марта. Музыка Коллектив, который создает праздник на любом мероприятии – ансамбль «Ангарские напевы». Звонки и голоса вокалисток ансамбля давно полюбились участникам клуба. Их всегда ждут с нетерпением. Сюрпризом стало и выступление трио «Бельканто». Песня, она встается с человеком, песня в первый дню. Порадовала гостей Анастасия Великая. Вокалистка и ведущая праздничной встречи посвятила свою песню маме. Богучанские певцы подарили гостям очередной праздник. Остается добавить, что, к сожалению, многие из неизменных участников клуба не смогли прийти по состоянию здоровья. Поэтому зал был неполный. Анна Смирнова, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр Богучаны». В предпраздничный день 7 марта в Центре социализации и досуга молодежи состоялось открытое первенство по армейскому рукопашному бою среди команд и патриотических клубов района. Состязание в этот раз объединило около ста участников. За теми, кто выходил на борцовский ковер, наблюдала наша съемочная группа. Вид боевых единоборств, который зародился в армии, а теперь становится одним из самых популярных увлечений мальчишек – армейский рукопашный бой. Один за другим спортсмены выходят на ковер, чтобы вырвать победу и показать настоящую силу воли. Открытое первенство района по этому виду боевого искусства проводится уже в восьмой раз. В этом году участников как никогда много. Соперники распределяются по весовой категории и возрасту. Специфика рукопашного боя – удары руками и ногами, болевые приемы и броски. За нарушение и применение запрещенных приемов снимаются баллы. Контролирует процесс схватки главный судья турнира, организатор первенства и руководитель патриотического клуба «Файтер» Владимир Егоров. Под его опытным руководством Богучанский клуб семь лет подряд становится чемпионом соревнований. Для самых юных участников такой турнир – это шанс пообщаться с ровесниками, многому научиться и перенять опыт у старших. Уже не первый год в соревнованиях участвуют воспитанники тренера из кораблы – Аркадия Грузинского. Папа привел первый на спорт на тренировку. Я с шести лет занимаюсь тремя видами спорта – вольная борьба, самбо и армейский рукопашный бой. Не курить, не пить, а заниматься здоровым образом жизни, бегать по утрам, не пропускать тренировки, ходить на каждой. Ну и быть уверенным в себе. Среди участников есть и те, кто на таких соревнованиях впервые. В этом году новички приехали из поселка Манзя. Понятно, что для периферии не так просто готовить сильных спортсменов. Однако, несмотря на трудности, армейский рукопашный бой продолжает развиваться и в отдаленных поселках. В первую очередь не хватает оборудования катастрофически. Что-то у кого-то свое есть. Что-то пытаемся выбить со школы. Ну, пока ждем. Полный контакт, без шлемов допускать нельзя. Для каждого бойца главное – собрать волю в кулак. Однако, одного желания победить бывает недостаточно. Преимущества могут похвастаться те, кто давно занимается. Я еще не до конца совершенствовал этот вид спорта, рукопашный бой. Так как я хожу всего лишь два года. А вот мой соперник Никита, сколько хожу? Семь. Семь лет. На борцовском ковре не утихали эмоции. Громко поддерживали болельщики, наставники подсказывали и переживали за ребят. Ближе к финалу соревнований можно было смело определить лидеров. Спортсмен из Невонки Сидоренко Иван показал лучшую технику. А из богучанских борцов особенно отличился Влад Кривоногов. Интересный вид спорта, но тяжело. Сегодня три сладки выиграл, сейчас финал будет. Соревнования шли в течение всего дня. До самого вечера на ковре шла напряженная борьба за победу. Сильнейшими в открытом первенстве стали Андрей Мутовин и Сергей Васильев из Нижнетирянска. Первые места у Никиты Прокошенко и Родиона Матушкина из кораблы. Отвоевали золото Дудин Игорь, Иван Филипченков и Егор Мумарцев из Богучан. В командном зачете в этом году уже восьмикратным чемпионом стал патриотический клуб «Файтер». На втором месте клуб «Берлога» из Нижнетирянска и бронза турнира досталась клубу «Сибиряк» из Невонки. Анна Смирнова, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр Богучаны». И это были все новости на сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи. Просторный автосалон. Приятная атмосфера. Внимательные консультанты. Что еще нужно, чтобы выбрать автомобиль? Сверкая безупречным лаком кузова, новые модели марок «Лада» или «Фан» выстроились в ряд, ожидая своих владельцев. Различные виды комплектаций и расцветок позволят выбрать авто, которое будет соответствовать вашим вкусам и потребностям. В нашем автосалоне вам предоставят полную информацию о моделях, организуют тест-драйв и порекомендуют выгодные условия кредита. Автосалон «Кансклада». Доверяйте профессионалам.